Этих ребят видно сразу. Горящие глаза, активная гражданская позиция и желание трудиться на благо родного города. В Химках прошла конкурсная комиссия по отбору кандидатов в молодежный парламент. К юным активистам обратился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Вы, по сути, это кадровый резерв, наша надежда и опора для нынешнего состава Совета депутатов городского округа Химки и состава, в том числе, Московской областной думы и, конечно же, Государственной думы. Молодые лидеры подготовили свои презентации. Перед началом этого важного этапа с напутственным словом выступили почетные гости. Они же вошли в состав конкурсной комиссии. Среди них Евгений Кулаков, советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области, а также депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина. Каждый из них, я бы уже сказала, личность. Разный возраст, разные интересы, но то, что это не просто время провождения, а желание заявить, сделать и участвовать, это важно. Юные кандидаты в молодежный парламент учатся, работают, занимаются волонтерством и творчеством. У каждого из них свой опыт в реализации социально значимых проектов и своя мотивация членства в парламенте. На данный момент я обучаюсь на третьем курсе режиссура кино и телевидения. В любом случае, это какая-то самореализация, потому что открывается огромное количество возможностей по созданию собственных проектов, по разработке их, по реализации это главное. Каждый кандидат выступил перед конкурсной комиссией. На презентацию выделили пять минут. За это время молодые активисты успели рассказать о своих достижениях, целях и задачах. Члены комиссии отметили высокий уровень подготовки презентаций. У молодежи свои интересы, у них есть свои вопросы и предложения, и мы должны их слышать. И для этого нам нужны лидеры, которые будут общаться со своими сверстниками, ну и, конечно, приносить эти вопросы для того, чтобы мы их обсуждали и решали, естественно. Среди желающих стать частью молодежного парламента немало опытных добровольцев. Родион Сафронов учится на четвертом курсе медицинского колледжа. Сначала СВО является медбратом-волонтером в филиале номер восемь военного клинического госпиталя имени Бурденко. Я считаю, как и любые представители власти, люди, находящиеся в молодежном парламенте, должны обладать честностью прежде всего. Прежде всего, должны быть ответственными перед народом, перед людьми, решения которых они лоббируют. И, в принципе, должны быть образцовыми гражданами Российской Федерации. Комиссии было не просто выбирать. Все достойны. Теперь юным лидерам предстоит интересная работа, множество проектов и мероприятий. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.